Около 300 человек собрались в детско-юношеском центре «Лидер», чтобы накануне Великого дня почтить память всех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и те, кого война застала еще со всеми детьми. Ирина Цепитова продолжит. Вера Семеновна Буркова родилась за годы начала войны в Верхней Пёше. Она, ребенок войны, спустя много лет пошла дорогами Великой Отечественной и связала свою жизнь с поиском наших земляков, без вести пропавших, захороненных и увековеченных в разных уголках необъятной Родины. Черпая информацию из архивов военкоматов, музеев и разных переписок, начиная с 2008-го, каждый год Вера Семеновна отправляется в дорогу, чтобы вернуть безымянным героям их имена. За 40 лет поисков она отыскала немало наших земляков, героически сражавшихся за Родину. В пределах это где-то уже более 700 человек. Почему точно не могу сказать? Потому что у одних найдено, где они захоронены. По моим представлениям списков, где они увековечены, есть. А у некоторых только пока захоронены, но еще не увековечены. Но в целом список более 700 человек. То, чем занимается Вера Семеновна, невозможно переоценить. В память о солдатах, чьи имена она увековечила и еще увековечит, главный итог ее деятельности. За это сегодня, накануне юбилея Великой Победы, Вера Буркова была награждена памятной медалью Великой Отечественной войны. Награды также были вручены тем, кто принимает активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социальных проблем ветеранов. Всех присутствующих с великой датой поздравил губернатор округа Игорь Кошин. Вы сохранили мир. Вы создали сегодняшнее настоящее. И вы учите нас, как нужно относиться к жизни, потому что вы знаете самое важное, как нужно любить жизнь и как нужно жить ее, работая на благо нашей необятной Родины. С праздником! С 70-летием Победы! Слова благодарности за мирное небо над головой и возможности жить, не зная лишений и горя, еще долго звучали со сцены в адрес тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.